У студенчества всегда есть дух, традиции и способы приспособления к современным ситуациям. Ценности студенческой жизни формируются по мере развития университета как культурного феномена Европы. Обычно историки выделяют четыре этапа в развитии университета. Это средневековый университет до XVIII века, модернизированный университет или университет эпохи просвещения, университет XVIII века, классический исследовательский университет XIX – начало XX века и массовый университет XX века. Средневековье – первая и очень важная эпоха в формировании ценностей студенческой жизни. Средневековый университет – это эпоха подвижности и миграции студентов. Дело в том, что в основе обучения в эту эпоху рукописная книга, обладателями которой являются университетские профессора. Чтобы получить такое знание, надо путешествовать из города в город для того, чтобы общаться с профессорами. Для примера, можем говорить об Эразме Роттердамском, который был студентом 25 лет и посетил университеты на территории современных Англии, Франции и Швейцарии. В результате такого рода миграций создается своего рода республика ученых. Студенты, получающие ученые степени, правда это очень накладно, вливаются в эту республику тем, кому не удалось получить ученые степени. Поступают на службу к современным владетелям, становятся клириками, становятся муниципальными служащими. Тем, кому не удалось пристроиться к сильным мира сего, становятся бродячими поэнтами, вагантами. Именно застольная песня вагантов «Гаудамус» является гимном современного студенчества. Да и часто вспоминаемая во время Татьяниного дня песня «Во французской стороне, на чужой планете» – это тоже чуть-чуть переделанная песня вагантов. Студенты, средневековые студенты – это, в общем, горделивая культура. У всех студентов представление о том, что они соль земли. Фактически, согласно священному писанию, студенты сравнивают себя с иудеями. Очень часто поэтому студенты называют себя буршами, а всех, кто не принадлежит к студенческой культуре – филистрами. Фактически, если переведен на современный язык, то студенты средневековые считают себя интеллигентами, а всех, кто их окружает – мещанами. Студенчество – это, конечно, молодежная субкультура, в общем, достаточно жесткая для тех людей, которые входят в это сообщество. Очень часто тот, кто старше, имеет больше прав, поэтому особенно в эпоху кризиса средневекового университета старше заставляет младших служить себе, приносить еду, обслуживать, включая подачу одежды, ну и иногда, собственно говоря, заставляют ходить на лекции тоже вместо себя. Студенчество – это культура такого воображаемого единства, если можно так сказать. Студенчество – это формирование ценностей по соглашению друг с другом. Это неудивительно, поскольку в студенчество вступают представители разных наций, разных социальных сфер, и, главное, студенчество – это всеобщее братство. Многое меняется в эпоху просвещения. Дело в том, что до эпохи просвещения представители знатных фамилий перестали отдавать своих детей учиться в университет, во многом потому, что это, повторяю, жесткая мужская культура. Родители боялись, что их детей в университетах испортят. Поэтому в эпоху просвещения в университетах начинают распространяться ценности дворянской культуры. Студенты в бытовой жизни стали жить как дворяне. И создавались университеты, но самый известный Гетингенский университет, но мы помним по Пушкину, что Владимир Ленский был с душой прямо Гетингенской. Так вот, Гетингенский университет – это университет для формирования национальных элит. Здесь учатся будущие деятели французской революции, будущие отцы-основатели США. Эпоха создания корпоративных студенческих организаций – это, конечно, эпоха классического университета. То, что в России будет называться землячествами, впервые, наверное, появляется в Германии. В общем, немецкие университеты являются законодательными модами формирования закрытых студенческих организаций. Многое меняется, конечно, в массовом университете. Если классический университет – это такая фабрика по производству специалистов, то, конечно, массовый университет – это конвейер. Огромное количество студентов, гораздо меньший объем контактов с преподавателями, очень часто формальные знания, и студенты чувствуют, что им чего-то не хватает. И когда им чего-то не хватает, а в эпоху массового университета студенты одновременно становятся заказчиками на образовательные услуги, они очень часто показывают свое негативное отношение к тем проблемам, которые накопились в университете. Самый известный случай, конечно, майские студенческие восстания в Париже, во Франции в 68-м году, которые привели фактически к серьезному общенациональному кризису. Запрещено запрещать один из лозунгов этих студенческих восстаний. Понятно, что в основе такой юношеский максимализм, нежелание жить по шаблону, но идея, собственно говоря, майских восстаний о том, что университетское знание должно быть живым, оно очень-очень понятно. Главная проблема для всех студентов новейшей эпохи – это создание какой-то организации, которая отражала бы их интересы, создание какой-то студенческой организации, которая бы меняла университетскую жизнь к лучшему. Такие попытки, такое желание существует давно, но создать организацию, которая бы действительно отражала студенческие интересы, очень и очень сложно. В России, первые студенты, вернее, не в России, первые студенты из России появились в Европейском университете в конце 15 века. Сильвестр Малый, новгородец, учился в университете города Росток. В общем, понятно, его появление в Германии связано с переводом полного варианта Библии на славянский язык. Собственно говоря, в Германию Сильвестр, наверное, отправился за богословскими знаниями. До 18 века большинство русских студентов учатся в немецких университетах, но самый известный случай – Михаила Васильевича Ломоносова и его друзей. Если в 18 веке мы говорим о студентах, если в 30-е и 40-е годах мы говорим о студентах так же, то, начиная с 40-х годов, можно говорить о студенчестве, о некой общности, у которой есть свои цели, задачи, осознание какой-то общности. И, собственно говоря, многие студенческие организации в России работают на то, чтобы вот эту общность создать. Если есть желание погрузиться в изучение мира российского студенчества, то самый известный, самый авторитетный автор, можно сказать, что это мэтр изучения университетского и студенческого вопроса России – Анатолий Евгеньевич Иванов. Обобщающая работа, посвященная российскому студенчеству, называется «Мир российского студенчества». Очень интересная, хотя и сугубо научная работа Александра Михайловича Феофанова, посвященная студенчеству Московского университета второй половины 18-го, начала 19-го века. Собственно говоря, проблема, проблематика, связанная с ранними студентами, всегда интересная и очень запоминающаяся. Самая популярная проблематика в советскую эпоху – это, собственно говоря, проблема студентов революционного движения. И тут можно посмотреть на монографию Гусятникова. Спасибо за внимание.